Всем привет! Буквально только что вышла официальная прошивка Pixel Experience на 10-ом Андроиде для смартфона Xiaomi Redmi Note 5. Хочу поздравить всех, кто ее ждал. Вы дождались. Я уже успел ее накатить и затестить, и результатом я очень доволен. Тут пофикшены много мелких косяков, которые присутствовали в сборке, которую я ставил в прошлом видео. А именно баг с темным экраном, вылеты приложений, ошибки Google сервисов. Всего этого тут я не наблюдаю совсем. Однако автор сам заявляет, что присутствуют некоторые баги. О них, я думаю, нужно рассказать подробно. Самый главный баг этой десятки это OK Google. При его включении приложения не смогут получать доступ к микрофону. Также автор отмечает, что могут быть мелкие фрезы. Но тут без них никак. Все-таки Android 10 еще достаточно сырой. На этом все заявленные баги заканчиваются, что не может радовать. Теперь давайте перейдем к установке. Установить его очень просто. Ставится он через обычное рекавери. В качестве рута автор рекомендует ставить последнюю версию Canary. Ссылочки на прошивку и последний рут я оставлю в описании. Также для тех, кто еще не спел с прошивки телефона, я приложу ссылку на свое старое видео, в котором я подробно рассказывал, как установить кастовную прошивку на Android 10. Там вы найдете все необходимое. Ну что же, давайте перейдем к самой прошивке. Во время установки я не испытал абсолютно никаких трудностей. Пройдя первоначальную настройку, телефон успешно восстановился из резервной копии. Никаких багов и вылетов со стороны системы не было, от слова совсем. По плавности работоспособности Pixel Experience на голову выше прошивки КЦУФ, которая была стабильным первенцем для телефона Redmi Note 5. Рут спокойно устанавливается и работает. Единственный косяк, который мне удалось найти, это некорректное отображение обоев на экране блокировки. Это лечится просто установкой другой картинки в качестве обоев рабочего стола. Так что считать это за баг, я думаю, не стоит. Также стоит отметить про Google камеру. Сразу из коробки работают все Google камеры. Никаких проблем с этим абсолютно нет. Что касается обычных приложений, то мой стандартный набор в виде телеграма, контакта, инсты и так далее не доставил мне никаких проблем. Все полностью работоспособно на 10-й версии Android. Батарея в свеженьком пикселе ведет себя очень даже сносно. За первые минут 10 изучения системы у меня ушло всего 2%. Ядро тут стоит то же самое. Illusion Cornell версии 5.8. В плане функционала я проверил микрофон, динамики, камеру. В общем, все, к чему я прикасался, все работает. А говорю я это к тому, что хоть на прошивке и висит надпись бета, она работает достаточно на высоком уровне. Конечно, для окончательного вывода необходимо попользоваться телефоном около недельки. Но раз появилась первая бета, а так как это официальная бета, то обновления по воздуху тут работают, то, я думаю, можно ждать обновления с фиксами багов, которые могут вылезти со временем. Кстати, если вы словили какой-то баг, то сразу же пишите его в комментариях. Думаю, эта информация будет полезна всем. В общем, я думаю, на основной вопрос многих я уже ответил. Ставить эту прошивку на повседнев можно. Теперь, думаю, стоит немного рассказать про функционал самой прошивки. По классике он остался такой же, как и был в 9-й версии Android. Набор приложения остался стандартным. Для фото тут изначально стоит Google Photo. В наличии имеются стоковые гугловские программы. Телефон, сообщения, калькулятор, файлы, часы. Присутствует FM-радио для любителей его послушать. Аудиоплеер изначально не установлен. Поэтому придется поискать что-то в Play Market или установить из АПК ваш любимый плеер. Из самих примочек прошивки тут пока нет ничего. Я так понимаю, эта версия больше относится к чистой, а не к PE+, с кучей разнообразных фич. Но оно и логично. Лучше сначала сделать стабильную систему, а потом уже вводить приколюхи. А обладателей выгорающих экранов хочу обрадовать. Хоть тут нету пункта изменения цветов в разделе экран, тут есть возможность поставить программу X-Cornel, дать ей root и поменять цветовую палитру от выгорания экрана. Думаю, многим понадобится эта информация, так как на Note 5 это распространенная проблема. Записи экрана и всяких примочек в виде записи разговора тут тоже нету. Однако имея рабочий root, я думаю, это совсем не проблема. Новенькие жесты 10-го андроида тут, кстати, работают намного плавнее, чем на всех других версиях для нашего устройства. Пользоваться ими просто какое-то очень приятное наслаждение. Темный режим, кстати, тоже работает. Активировать его можно в настройках. В целом, после установки Pixel Experience на 10-й версии андроида, мы получаем все тот же чистый андроид, который многие любят. Учитывая обогованность последних прошивок на 9-й версии, тут все намного приятнее и лучше работает. Автор явно потратил немало времени при создании этой прошивки, даже учитывая, что он не первый ее выпустил для нашего телефона. Но зато выпустил качественнее, чем всякие кцуфы. Обидно, конечно, что окей, Google не работает. Но я думаю, это не самая важная функция в смартфоне, и со временем он все равно заработает. В целом, новый Pixel смотрится очень бодро. Даже намного бодрее, чем Beta MIUI 11, про которую я делал ролик сегодня утром. Но если вам уже не терпится попробовать десятку, то можете прямо сейчас скачать прошивку по ссылке в описании и радоваться обновленному Pixel Experience. Также, если вам понравился или был полезен этот ролик, то не забудьте тыкнуть на кнопку подписаться и поставить лайк под видео. С вами был Недомайнер. До скорых встреч!